И снова здравствуйте! В эфире программа Бункер Эст и в студии ведущий Денис Коршиков. Здравствуйте! Александр Гутин. Всем добра! И я, Илья Табуев. Мы продолжаем обсуждать новости. Помидорная столица Морской области. Кто знает, где это? Ну, Сызр. Сызр, да. Назвали цену на рассаду. 100 рублей, я не знаю, много это или мало, за десяток. Продавцы с родины Сызранского помидора жалуются, что население теперь особо уже не рвется возиться с послеными. Слишком много воздей, чтобы вырастить одну-две пару ведера красного овоща. И его нужно постоянно поливать, полоть, защищать от града, жары, заморозков, подвязывать плоды, куда намного проще купить помидорки, где на базаре у более трудолюбивых сограждан или перекупов с южных республик. А дачу используют для отдыха, жарить там шашлык, мошлык. Я абсолютно с этим согласен. Простите, дорогие Сызранцы, выращивающие помидоры, но вот тут не могу поддержать отечественного производителя, просто потому что я не хочу выращивать помидоры. Но кушать хотим все хорошие помидоры. Да, да, здесь как бы отдельная история. Во-первых, если уж ты меня слышишь Сызрань, если ты уж назвалась столицей помидора, то тогда марку надо держать до конца. И выращивать ее, и опять с гиканем и улюлюканем проводить тот самый задорный фестиваль помидоров, который проходит, в общем-то, держать марку. На самом деле можно там бросаться, можно слушать кучу чего-нибудь. Это, по-моему, в Италии или в Испании проводят этот фестиваль, где все... В Испании, да, все помидоры. Круто, почему здесь не сделают... Ну, примерно то же самое происходит. Просто у них помидоры плохие, они ее кидают. А у нас она такая вкусная, что ее лучше, сами понимаете, под шашлычок и так далее. А вообще к Сызранцам, конечно, хочется обратить, чтобы вы все-таки не забывали вот это вот замечательное ремесло по выращиванию помидоров, потому что она у вас действительно очень вкусная. Та, которая сейчас присутствует в ритейлах, кушать совершенно не в ритейлах нет. Ритейлах нет. Я покупаю на рынке из Аербайджана. Абсолютно. Или там Ташкент, из Аербайджана очень вкусные помидоры, и тут без спорта. Помидор должен пахнуть помидором. А тут ты вот ритейли, я не знаю. Ничего. На самом деле, у меня подозрение, что они покупают все в одном месте, но просто один приходит хороший, а второй покупает фигню какую-то. Вот китайские помидоры или еще чего-то. В общем, если помидоры, то на рынок. Ну, честно, я на рынок. Я никого не призываю не покупать в ритейлах, пожалуйста, наверное, там и цены другие, я так подозреваю. Но вот я покупаю на рынке. Нет, овощи, фрукты однозначно стоит брать только на рынке. Ну, а в своем остальном, я согласен, мы вот недавно, вот позавчера мы были в деревне, мы ели шашлык и ничего не выращивали. Профессию Кокорина посчитали непригодной для СИЗО. Адвокат, представляющий интерес нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, рассказал об условиях, в которых футболист будет отбывать наказание. По словам защитника, Кокорин мог отбывать срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но не обладает соответствующими навыками. Я хочу вам сказать, что вообще для того, чтобы... Я не знаю ни одного учебного заведения, где учат профессии, которые пригодны в СИЗО. Да, 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 я только хотел сказать. Вот. Ну, а в хозяйственном отряде, там, я так подозреваю, это что, картошку чистить, я не знаю, убирать... Любые хозяйственные нужды, что-то убирать, что-то мыть, вносить мусор. Ну, слушай, на самом деле, вот этот цирк, который продолжается вокруг Кокорина, Мамаева и всех, он уже немножко... Поднадоел. Да, поднадоел, правильно, слово, да, я хотел сказать другое. Ну, на самом деле, ведь, ну, два зажравшихся молодых, не очень умных человека дали по лицу другим людям, не одному, там, насколько понимаю. Вот, их за это сейчас кошмарят. Правильно ты сказал, да. Их кошмарят. На самом деле, с одной стороны, это очень показательно, потому что, видите, это говорит о том, что у нас кое-то веки, но они, правда, не чиновники, поэтому, как бы, их можно покошмарить. Но они побили чиновников. Ну, понимаешь, у нас ведь к богатым и молодым относятся априори не очень хорошо. Вот, думаете, вам все можно. Да, им нельзя все, как выясняется. А не кажется, что это же скачок все равно. А какой же скачок? Слушай, на самом деле, мы же не знаем всех подробностей, потому что очень много… Мы видели видео. Да, видели видео, но дали они по роже. На самом деле, я не знаю степень, но там что-то там было. Но ты же понимаешь, что сегодня можно упасть в подучи и сказать, что у тебя сотрясение мозга, и это никак нельзя проверить, так это или не так. Но, с другой стороны, это очень показательно для вот таких вот людей, которые в следующий раз будут задумываться. И действительно, ведь есть абсолютно оборзевшие товарищи, правильно? Но, в то же время, мне вспоминается недавний случай с каким-то сыном города, не то Липецкой, не то чего-то другого, который там вообще наворотил такого, что мама не горюй, и другого человека уже давно прикрыли, а он по подписке о невыезде, и все нормально, я думаю, что его отмажут. То есть, вот, как бы, я не знаю, на самом деле... Здесь, конечно, связано это еще и с подстроением все под общественное мнение. Потому что, если бы, по большому счету, это не были бы столь известные футболисты, то здесь бы очень, вот прям, здесь суд был бы уже прям через недельки, наверное, три бы максимум. Конечно. Доказали бы и мелкое хулиганство, и все, что... Ну, они вышли бы по условке, и все. Да, и все, и никто бы даже не сопротивлялся. Здесь просто делал, получил такой общественный резонанс, поскольку люди эти известны, и за ними такое вот пристальное внимание. Но по шапке таким давать нужно это однозначно. Да, я думаю, что они уже достаточно получили, и они уже поняли. Получили, и уже их хватит. В Самаре водитель делимобиля снес дорожный знак. Каршеринговый автомобиль получил серьезные повреждения. Никто не пострадал. Делимобили в последнее время бьются в Самаре очень часто. По мнению самарских диванных экспертов, больше половины из тех, кто ездит на каршеринге, это дебилы без стажа и опыта управления авто. Но, если так и дальше будет продолжаться, делиха скоро сбежит из Самары. Ну, скажем так, по мнению любого водителя, на любой дороге, в любом городе, не только в Самаре, все остальные водители, именно как раз дебилы без стажа и опыта авто. В принципе. В принципе, так что это ничего нового. А мне кажется, что здесь как-то такой, знаете, латентный маркетинговый ход. Вероятно, в Самару придет скоро какой-то новый каршеринг. И, собственно, такие казачки засланцы садятся за руль, бьют старый бренд. Слушай, неужели, если он развил машину, то его не напрягут за это? Не напрягут. А почему? Потому что подказка, строковая команда, все покрывает. Там подписывается определенный акт, перед тем, как ты нажимаешь кнопку «взять автомобиль в аренду», где у тебя там определенная ценовая категория ответственности за ДТП. А, как правило, если каршеринг бьют, то его бьют практически до того. А в чем прикол разбить каршеринг? Ну, это уже не особо специально делается. Просто вот этот вот всемогущий... Кстати, многие берут каршеринговые автомобили не по своим ID-профилям. То есть могут взять телефон у друга, допустим, снять в аренду и сами поехать. Мне кажется, здесь хромает законодательная база именно вот, что связано с каршерингом. Если это подвести под то, что человек, который пользуется вот этой услугой, он более ответственен материально за автомобиль, я думаю, все эти вот проблемы исчезнут. Они исчезнут по умолчанию, я согласен. Но ведь в конце концов, вы людям предлагаете не велосипеды, это же ведь автомобили. Автомобили – это средства повышенной опасности, транспортное средство. Ну да, здесь... И сейчас зарегистрироваться в делимобиле, вот в этом самом приложении или где, не составляет никакого труда практически никому. Нет, это стоит 8 рублей в минуту, либо там порядка 2,5 тысяч за сутки, если ты снимаешь машину. Да. Но тут беда в другом. А где там автомобиль? Я просто никогда не пользовался. Ну, в России не пользовался. Я пользовался других мест, но там просто берешь в аренду и все. Но там ты отвечаешь за все. Да. Там ты отвечаешь за все. Это как скутер в Таиланде взять. Да, да. На самом деле, вот в Москве там более распространена брендовая база, то есть там практически ты любую. Ты можешь и автомобиль VIP-класса взять, и можешь среднечковый. И здесь у нас в Самаре пока только бюджетные версии корейских машин. Но еще прикол в другом. Здесь вот это вот то, что машины часто бьются, больше вот под нашу ментальную какую-то базу. Потому что, ребят, делимобильщики как-то проводили опись своих машин. Практически из каждой машины были унесены зимние щетки, дворники, зарядки для телефонов, коврики, прикуриватели. То есть это менталитет, понимаете? Человеку, да и самый ужас в том, что машины феерически грязные. То есть люди, они абсолютно не ценят. Ну, то есть как бы вот... Не бою. Ну, это эффект инклюзива турецкого. Да, да, да. То есть приехал, забрал полотенце, халат, тапочки и весь мини-бар. Я понимаю. Ну что ж, на этом все. С вами была программа «Бункер-С» и ее ведущий Денис Коршков. Хорошего вам дня. Александр Гутин. Всем до свидания. И я, Илья Табуев. Мы откроем все двери. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok